Время новостей. В студии Анна Ниченко. Здравствуйте. Пытки и способ лишения права на жизнь. Так, переводы из госпиталя в тюрьму Михаила Саакашвили назвала уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она подчеркнула, Саакашвили находится в тяжелом состоянии и нуждается в срочной медицинской помощи. А такие действия грузинских властей циничны и ограничивают ключевые права человека. Состояние здоровья Саакашвили критическое и вызывает беспокойство. После трех гипертонических кризов он чувствует себя крайне тяжело. Несколько дней до этого не поднимался с постели. В полном объеме нужной медицинской помощи ему так и не было предоставлено. Обращаюсь к народному защитнику Грузии Нино Ламджаи посетить Михаила Саакашвили в пенитенциарном учреждении города Рустави с целью проверки соблюдения его прав и свобод, в том числе при вывозе из больницы. Прошу посла Украины в Грузии обеспечить предоставление консульской помощи Михаилу Саакашвили. Людмила Денисова, полномоченный Верховной Радой Украины по правам человека в Телеграм. Сегодня стало известно, что третьего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели из военного госпиталя в городе Гори в тюрьму в Руставе. Об этом сообщил адвокат политика Ника Гварамия. Напомню, Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября этого года. Сам политик считает это незаконным, а обвинение в фальсификации. После задержания экс-президент начал голодовку. Через 50 дней после отказа от приема пищи его госпитализировали в военную больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Серьезный ущерб экономике России, введя скоординированные санкции, готовы нанести Великобритания и ее союзники по НАТО в случае дальнейшего вторжения в Украину. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Ли Страс в статье изданию «Европейская правда». В Лондоне не принимают попытки Кремля обвинить в нынешней ситуации Украину или Североатлантический альянс. В Великобритании и ее союзники стоят на стороне Украины перед лицом неспровоцированного и ничем не объясняемого накопления России войск на территории вашей страны вдоль ее границ. В Великобритании и другие члены НАТО четко заявили, что любое дальнейшее военное вторжение в Украину будет чрезвычайной стратегической ошибкой. Ли Страс, министр иностранных дел Великобритании в статье для «Европейской правды». Совместные тренировки в акватории Черного моря провели военно-морские силы Украины и Франции. В них приняли участие среднедесантный корабль Юлия Эльфиренко и фрегат «Аверни». Отрабатывали элементы тактического маневрирования, использования международной системы сигналов, слаженность действий. Кроме того, на борту нашего корабля прошли тренировки по оказанию помощи аварийному судну. Цель учений – поддержка безопасности в Черноморском регионе, усовершенствование взаимодействия экипажей кораблей в соответствии со стандартами НАТО. 10 тысяч правоохранителей будут обеспечивать безопасность украинцев на Новый год. Из них 2 тысячи – военнослужащие Национальной гвардии Украины. Как рассказал глава нацполиции Игорь Клименко, праздничные мероприятия в новогоднюю ночь запланированы как минимум в полтысячи населенных пунктов. Большая миграция наших граждан. Люди едут семьями, и здесь безопасность дорожного движения. И на первом месте перед нами стоит задача обеспечения этой безопасности, учитывая, конечно, погодные условия на сегодняшний день. И которые будут два дня неделю на территории нашего государства. Большая проблема – это использование петард, фейерверков, установок. Каждый год, на каждые праздники мы фиксируем большое количество чрезвычайных происшествий, связанных с травмированием наших граждан. В юге гололедится и до 20 сантиметров снега. В южных, центральных и восточных областях не прекращаются снегопады. Кое-где снежный покров вырос на 10-20 сантиметров, говорят спасатели. Тротуары и дороги превратились в настоящий каток. Чем опасен гололед для любителей пеших прогулок и как уберечь себя от травм, узнавали наши корреспонденты. Ледяные горки, санки, коньки, снеговики и снежки. Больше всего снежную зиму ждут дети. Ведь сейчас можно с ветерком проехаться со снежной горки или выйти на городской каток. Один из таких на новогодние праздники открыли возле центральной елки страны на Софийской площади. Решили накануне новогодних праздников так активно провести время, развлечься перед зимними каникулами, чтобы хорошее впечатление нас грели, можно сказать, зимой. Дети обожают кататься и совсем не боятся падать. А кто падал уже сегодня? Говорят, это совсем не больно и даже весело. Просто падаю и ничего такого. Падаю типа на руки и подпрыгиваю потом быстро. Но то, что не страшно молодому детскому организму для взрослого, особенно для человека в возрасте, может обернуться как минимум ушибами, а в худшем случае переломом или сотрясением. Я в прошлом году как поскользнулся, так чуть без руки не остался. Ноги поскользнулись, причем сразу две. И гололед был тогда, первый день вечером гололед, я вышел на улицу, поскользнулся, вот так вот на локоть упал. И врач сказал тебе, что крупно повезло, потому что мог связки порвать. Ноги на ширине плеч слегка согнуты в коленях. Руки в разные стороны начинаем движение мелкими шагами, стараясь не отрывать ног от земли. Это не начало утренней гимнастики, а попытка сохранить вертикальное положение на гололеде. Ежегодно с приходом зимы каждый из нас вспоминает правило, как не упасть, оказавшись на скользком тротуаре. Причем в зависимости от состояния, здоровья и физической формы набор правил у всех разный. Надо идти максимально медленно и шажки вот так вот, друг за другом максимально. И держать равновесие руками. Все, это все. Я обуваю удобную обувь, а также, если такая ситуация на дорогах, я хожу к мастеру, он не набивает шипы на мою обувь. Во-первых, не делать так, как я сейчас делаю. Не идти с руками в карманах, потому что тогда устойчивость твоя самая слабая. И в принципе это, наверное, главное. Часто нечищенные тротуары, умноженные на жизненный опыт, научили большинство украинцев передвигаться по гололеду. Однако важно еще и правильно сгруппироваться при падении. Каждую зиму у реабилитолога Александра Еремина добавляются работы. К нему приходят после переломов, вывихов и ушибов. Большинство повреждений люди получают из-за неудачных падений. Самое главное, конечно, это не падать на голову, так сказать, выставить или руку, но ни в коем случае не выставлять руку полностью разгибающуюся. То есть нельзя делать замок в локте. Когда вы группируетесь, вы должны помнить, ручка должна быть полусогнута. Кроме того, зимой многие набирают вес, говорит врач. Вместе с несколькими слоями одежды и неразогретыми суставами при падении зимой мы больше подвержены травмам, чем в теплое время года. Сократить риски поможет элементарная зарядка. Я бы посоветовал, конечно, такую погоду, как ни крути, начать заниматься какой-то физической активностью. Чтобы включить и мобилизировать все тело. Это в дальнейшем вам будет лучше и самортизирует при падении. А если вы все-таки не устояли на льду и после падения чувствуете, что вас что-то беспокоит, не ждите и не занимайтесь самолечением. Отправляйтесь к доктору и сделайте рентгеновский снимок. Валерий Бакус, Дмитрий Борщ, Новости Украины. Студенческие билеты в приложении ДИА приравняли к бумажным. Также в списке водительские права и техпаспорт. Как сообщили в Министерстве образования и науки Украины, теперь ими можно воспользоваться где угодно. И никто не имеет права требовать у владельца цифрового удостоверения бумажный документ. Украинцы уже сформировали в ДИИ 751 тысячу студенческих, 4 миллиона 400 тысяч водительских удостоверений и 4 миллиона 200 тысяч свидетельств о регистрации транспортных средств. Цифровые документы намного безопаснее бумажных. Вы ведь не передаете третьим лицам свои документы, а только показываете их через QR-код. ДИИ не хранит данные, а только подтягивает информацию о человеке, который уже находится в реестрах. Это осознанно созданная архитектура. Она обеспечит мировыми признанными вакцинами. Вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров из сообщения в Facebook. Самый большой в Украине янтарный камень нашли в Ровенской области. Самородок весом более 5 килограммов добыли на месторождении Владимирс Восточный. Эксперты Государственного гемологического центра Украины говорят, это большая редкость. Находка входит в десятку крупнейших янтарных камней в мире. А самый большой в мире самородок весом более 9 килограммов хранится в Музее естествознания в Берлине. Больше информации, в частности о важности вакцинации, читайте на нашем сайте и в социальных сетях. Вечером в этой студии встречайте мою коллегу Светлану Леонтьеву. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин